МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром в районе 6-го километра основной трассы проезжающие автолюбители могли наблюдать необычное скопление спецтехники, специальных и силовых ведомств, автомобили пожарных, ДПС, скорой помощи и МЧС. Нет, сегодня там ничего трагичного не случилось. Но для отработки взаимодействия различных ведомств, возможной аварийной ситуации ДТП, личный состав различных структур провел учения, максимально приближенные к реальным условиям. По сценарии учений на автомобильной трассе произошло столкновение легкового автомобиля со спецавтомобилем, транспортирующим большой объем топлива. Есть пострадавшие, заблокированные в кузове легковушки. Им требуется срочная медицинская помощь. Первыми на место происшествия прибывают наряды ДПС. Затем прибыли автомобили скорой помощи, МЧС и спецавтотранспорт пожарных. Первым делом к работе приступили медики и спасатели. Был эвакуирован лежащий на дорожном полотне у легкового автомобиля пострадавший. Далее, срезав стойки кузова, спасатели извлеклись из пострадавшего авто еще одного тяжелого. Медики тут же его эвакуировали. После этого пожарные приступили к заливу легкового автомобиля специальной пеной. Целями данного учения является отработка взаимодействия структур, которые участвуют при рекомендации последствий ДТП. Но если случается ДТП с пострадавшими, понятно, на место прибывают сотрудники полиции, это сотрудники МЧС, сотрудники скорой помощи. У каждого своя задача. Сотрудники полиции, соответственно, оцепляют, чтобы предотвратить доступ других участков дорожного движения, чтобы никто не пострадал. Спасатели, соответственно, производят деблокирование пострадавших, если это необходимо. Соответственно, пожарные занимаются тушением в случае возгорания. Ну и медики, соответственно, оказывают медицинскую помощь пострадавшим. В учениях было задействовано более 10 единиц спецтехники и около 25 сотрудников различных ведомств. Такие мероприятия проводятся на регулярной основе. Например, проводятся соревнования среди подразделений МЧС по ДПС, где различные подразделения в навыках ликвидации последствий ДТП. Оценивается правильность действий и скорость ликвидации чрезвычайной ситуации. Но по масштабу учения, как сегодня, проводят лишь один раз в год. Продолжение следует...